Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Спасибо. Дорогое собрание! День воскресный мы переживаем вместе с вами. Все служения имеют ответственность перед Богом и важны для нас. И у нас, невзирая на это, сегодняшнее служение имеет особенность. И вы знаете, какую. И потому мы в Доме Божьем для того, чтобы совершить его с великой ответственностью перед Богом и получить благословение взамен. Прежде чем я прочитаю слово «маленькое объявление», есть автомобиль Кемри, номер ACP0561. И вы уже знаете, что там есть. Горит свет. Если вы знаете свой номер на зубок, то вы можете исправить эту неисправность. Цвет автомобиля красный. Наверняка вы знаете, что у вас красный автомобиль. Итак, братья и сестры, я хочу прочитать текст, который относится к большому народному собранию, однажды имеющему место в Израиле. Безусловно, это был момент, когда посвящался Дом Божий на служение Богу. Но хочу обособить и подчеркнуть моменты из этого важного служения, чтобы я и вы, вы и я, могли понять, как нужно поступать нам тогда, когда мы приступаем к ответственному служению. Это будет вторая книга Пара Лепоминон, пятая глава. Начнем с стиха одиннадцатого и до последнего четырнадцатого. Читаю, а вы слушайте внимательно. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия от дела. И левиты певцы, все они, то есть Асав, Иман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кемвалами, с псалтырями и цитрами, стояли на своем месте, на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами. И вот важный одиннадцатый стих. И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос, к восхвалению и словословию Господа. «И когда загремел звук труб и кемвалов, и музыкальных орудий, и восхвалили Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его, тогда дом Господень наполнилась чем, братья и сестры? Облаком, присутствием Божьим и Божьим благословением». И я на минуточку представил себе сто двадцать труб, которые вдруг были подняты вверх и издали первый звук. Представил себе и поющих, братья и сестры. И Слово Божье говорит, что очень важно для меня и для вас сегодня. Все, кто бы ни совершал служение каким-то образом, были как один. Одно усердие, одно желание, одно старание, одна цель. Какова же была цель? Прославить Господа и сказать, что Он благ, и что вовек милость Его. Если так, братья и сестры, вовек означает навсегда. Имею право сказать сегодня вам и себе, что и сегодня тот же самый Бог благ, дорогое собрание, наполнен милостью и желанием совершать то, что совершилось тогда. Явить свое присутствие, если не в облаке, то в Духе Святом. И дать нам знать, что Он между нами. Дорогая церковь, я исключаю такую возможность, чтобы Христос Спаситель, который совершил свое последнее служение на Голгофе, так и называю, это было величайшее служение, одно из самых лучших служений. Потому что, если каялись многие и исцелялись тоже многие в различных служениях, в различное время, самое замечательное служение, которое имело место в деятельности нашего Господа, есть служение Голгофское. Другие думают, какое это служение? Это был момент прощания, глумления, избиения, предания смерти. Но, братья и сестры, молитва о прощении всем имела место там. Прости ему, отче, потому что все они не знают, что делать. И многие считают, что прощен был только разбойник, а Христос прости им, сказал братья и сестры. Это было уникальное служение величайшего прощения. И я считаю, что вспоминание смерти Господней – это аспект различного служения, которое совершил Христос когда-либо, и заключительное, лучшее из всех служений, которое случилось на Голгофе. Церковь, дорогая, служители, поющие, нет сегодня трубящих, но есть сегодня молящиеся. Давайте и мы сегодня сделаем то, что было Богу приятно тогда. Так, как один, и издадим звук, в котором он услышит, что мы говорим «Он благ, и вовек милость Его, и придет прощение и благословение от Господа, и мы возрадуемся и возвеселимся имени Его и спасению нашему». Аминь. Встаем и молимся. Аллилуйя Тебе, Господь! Слава Тебе, Всевышний! Ты знаешь, для чего мы здесь, Господи! Ты знаешь, для чего мы здесь, Господи! Аллилуйя! Мы здесь для того, чтобы сказать, Ты есть благий Бог! Ты есть благ! Милость Твоя, Господь! Милость Твоя, Господь, во веки веков! Боящимся Тебя! Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи Божий, небо и земли, за то, что Ты совершил, то, что совершил, и через это только мы сегодня здесь, на этом месте радуемся и веселимся спасению Твоему, Господь, которое подарено нам Тобой. Какая есть во мне заслуга? Какая есть заслуга в прочих, Господи! Ты, незаслужимым нам подарил прощение! Слава Тебе! Арва, Сабада, Сунда! И пусть народ Твой радуется и веселится, Господи Божий, его спасение дна на нам Тобою дарится! Для того мы здесь сегодня, чтобы еще раз Господь сказать о цене прощения нашего и о цене спасения нашего. Слава Тебе, Господь! Это есть кровь Твоя! Арва, Саби, Дегресса! Орва, Салава, Дибит, Ансен! Господи, пусть спасение это сегодня веселит сердца и разум каждого, кто есть на этом месте. Имя Твое, Господи! Имя Иисуса Христа, Спасителя! Мы желаем сегодня воспроизносить многократно и вспоминать о том, что сделал Он для нас, Спаситель наш! Господи, спасение Ты принес! И сегодня, как лучший ходатай, как лучший священник, как лучший адвокат, совершаешь свое служение и дальше в лучшем святилище произнося там, Господи, имя каждого из нас! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Пред Богом называешь Ты имена спасенных! Для Бога говоришь о прощении нашим! И каждому из нас, Господи, через кровь Твою Ты даруешь статус оправданного человека! Слава Тебе, Господь! За эту милость мы не перестанем радоваться и веселиться ей! Господи, как один! Желаем сегодня участвовать и желаем благословить Тебя за то, что Ты вспомнил о каждом из нас и даровал нам спасение! Просим у Тебя, Господь, какие есть мы в состоянии или полусостоянии, прими, Господь, наше желание и благослови наше служение! Пусть благословятся священники, которые будут разносить этот хлеб, Господи, Тебя и Твое ломимое тело и кровь Твою! Ты благослови, Господь, особо! И пусть святость будет дарована им, Тобою и благословение свыше! Господи, левиты, которые сегодня также обличены в белой одежде, пусть усилят глаз Твой для славы Твоей, Господь! Для славы имени Господа! И мы, все остальные молящиеся, благословим Тебя, ибо Ты достоин славы! Ибо вовек милость Твоя она и есть сегодня также для нас! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе, Святая Троица! Аминь! Аминь! Слава Тебе, Святая Тебе, Слава Тебя, И за меня! Слава Тебя, 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Можливо, в повсякденних турботах своих, ну, как-то, рутинно йде своё життя. Но когда мы стоим больше насторожи и понимаем то, что мы будем приторкаться до тела Иисуса Христа, мы будем и спевать через веру и силу Святого Духа, как кровь Его, ворог тогда особо, стаёт в своей яркости. Дорогие мои, это есть жизнь и это есть смерть. Это есть жизнь и это есть смерть. Так Слово Божие каже. Когда ты принимаешь достойно, ты имеешь благословение. Когда ты с дерзостью, ты и я пробуем просягнути руку, мы имеем у поразку. И эти змеи начинают жалить нас, вы знаете, я вспоминаю эту историю. И Господь чогось говорив, багато раз нагадував для народа израильского. Каже, згадуйте, згадуйте ці моменти, згадуйте ці свята, згадуйте ці часи и Пасху, и выход народа израильского, великие чудеса и знамена. Я згадую той момент, коли вони були там в пустині. И народ израильский начали отходить от Господа. И Бог послал сильных, страшных змей. И они начали их жалить. И они начали их жалить. И жалить не просто так, от там десь, но жалить на смерть. И великое поражение было. И много людей падали мертвыми. Я думаю, там и дети были, там все, как то кажуть, поражалося, потому что ці змії. И для Моіссея было сказано. Оце воздвигний, возьми на шесті. Оцей змій. И хай люди кажут, когда взглянуть, он оставался живым. Дорогие мои, я понимаю те, что перед нами сегодня не змей на шесті. Перед нами сам Син Божий, с Его святою причистою кровью. Дорогие мои, я уже буду закінчувати. Я хотів би ще дальше говорити. Но я чую те, что Дух Святый начинает делать свою работу. И я перше хочу каять, брати мои, сестры. Бо я понимаю те, что на этих дорогах ці змії не раз жалять. Аллилуйя. Але є то, який одного разу сказав, «Звершилось, аллилуйя». «Звершилось Твоё и моё спасение». И Він як ходатай Нового Завета. Він той, який ходатай Твоей за Тебе и за меня. И сегодня, когда ты в смирении и в благовении подойдешь до Его и искаешь вирую у Сина Божого, каюсь, ты сегодня маешь право просягнути руку до Святої Заповеді. Вы знаете, недавно я почув розказ. Это не розказ, это история, это свечения за одного из миссионеров Сумдара Синга. Там была трошки длиннейшая история, я только скажу кінець. Он посвящался для того, чтобы у своей релігии, даже мама его назвала именем Саду, что значит святий. И каже, он посвящался для того, чтобы быть своего рода священником у их релігии, принести много пользы. Но этот молодой человек, проходячи ци обряды, поклоняющись, много, как мы знаем, богов, есть в Индии, он понимал что у своей внутренней что-то не то, что она была пустая. Воно не насолочивало его, воно не приносило результату. И одного раза он пришел до того, чтобы погубить свое життя. А в его думке созрив уже план прийти лягти на колею железнодорожную и поезды ходить в Индии на том, закинчить життя. Но в последний раз он решил все-таки схилить колено. Он начал молиться, он начал призвать своих богов. И оно не приносило результату. Стан духовный еще охочался. И вот он сказал, Боже, если ты живешь, то дай мне за себя знать. И каже, в тот час напомнилась моя комната светлым. И явился Иисус Христос. И я спросил его, кто ты? Ты Будда, Конфуций? Нет, кто ты? Я Ей Иисус. И показал свои руки, которые были убиты. И этот Индус каже, я ставлю на колено Индусом, а став христианином, дитиною Божою, которая поверила в Иисуса Христа. Дорогие мои брати, дорогие мои сестры, сегодня любячи пронзионные руки Иисуса Христа, в которых были убиты римские гвозди, тоньи гвозди, которые держали на кресте. Можливо, римские воины, они грубыми руками своими жестокими, так они делали свою справу. Это была каждодневная, возможно, справа. Священники, первосвященники, делали свою справу. Толпа кричала «Розпни!». Але там звершалось набагато більше. Звершалося Твоє і моє відкуплення. Аллилуйя нашому Господу. І я хотів би, щоб сьогодні, брати мої сестры, ми в нашій молитве щиро пристали перед нашим Господом. Взглянь, грешник взглянь, взглянь на рани Христа, взглянь на терновий винок і познай, как в любви Он висок. Брати мої сестры, осознаю своє ничтожество. Я думаю, осознаєте і ви. Але разом з тим, осознаю своє багатство в Ісусі Христі. Життя наше не просто закінчується на цій землі. Нет, життя, воно переходить у вічне життя. Коли ми вірою сприйняємо Ісуса Христа, коли ми служимо Йому, коли ми довіряємося Йому, як ходатою, і ми йдемо туди, де Він нас ожидає. В домі Отця, мого батька мого, обітелей много, брати мої і сестри, дорогі мої присутні. Хай сьогодні наше серце буде відкрито. Сьогодні, хай цей, дійсвіттєнно, поток живої благодаті, він вливається в наше серце. Зміцняється наша віра. Ще раз говорю, це є досить велика відповідальність. Як воно, ви розумієте, воно наскільки це таїнство, ми не можемо того всього зрозуміти і пересказати. Але ми розуміємо те, що ми становимося частиною, ми разом йдемо з Богом. Оця крові Ісуса Христа з'єднує, дорогі мої, но если в нашем серце є щось против Божої воли, це з простими словами сказати людськими, викликає обратну реакцію, яка не принесе нам щастя. Тому то хай тобі і мені сьогодні допоможе святий Господь, дорога молодь, дорогий хор. Ми радіємо і славимо Бога, що ви є сьогодні серед нас. Наша душа славить ім'я Господнє, як сьогодні є багато, які гинуть у тому світі. Ворог забрав їх, і, на жаль, це є діти віруючих батьків. Дорогі мої, осознайте, що ви є в Домі Божому, осознайте, що ви є з батьками разом, осознайте те, що Христос є ваш ходатай, і сьогодні ще є змога. Одна молитва, друга, третя буде. Каймуся перед Богом вибрати мої сестри. І я віру на основі Слова Божого. Бог благословить і пошле благодатствою. Молимся. Амінь. Аллилуйя, Господи Божий. Арбеде фарамалаглайдис. Кай буде ім'я Твоє освеличено. Кай буде ім'я Твоє прославлено, Господи наш. Достоїн Агниць, закланий за нас, прийняти славу і честь, Господи Боже. Аллилуйя тобі. Я дякую, Господи Боже, що всі ранішній час. Ти знову дай зібрав на Тебіся, Господи, в дім молитви, Боже. Не на якесь друге місце, Боже, а в дім молитви. Аллилуйя. Слава Тобі. Аллилуйя тобі, Синність, Аллилуйя тобі, всемогутній нас, Боже. Арбеде, чині, так ім'я, десь крамінтувальна, Аллилуйя, Боже. Я дякую, Боже, я дякую, Тобі, Боже. Я дякую, Тобі, Силі, я дякую, всевогутній, Боже, за Твою крові. За Твоє відкуплення, бо заплата за гріх смерть, Господи, Боже. Арбеде, кереде, не тваравність, Господи, Боже, слава Тобі. Слава Тобі, Синній, слава Тобі, всевогутній, Боже. От і так багато зробив до нас, Господи, Боже. Аллилуйя тобі. Аллилуйя тобі, слава Тобі, Святий, всевогутній, слава Тобі, Синний, Боже наш, що Ти послав свого Сина, одороженого, Ісуса Христа, та питати нам оправдання, Боже. Ми розуміємо те, що, Господи, ворог не раз підходить. Ворог проносить свої думки і вчиняє свої дії через нас, можливо. Але ми віримо в крові Ісуса Христа. Ми віримо в заміслідеску жертву, Господи, Сина Божого. Аллилуйя. І сьогодні, взираючи на Тебе, на крест Голгофи, Господи. Ми дякуємо Тобі, Святій. Ми дякуємо Тобі, Всемогутній, Боже наш, бо Ти так багато зробив для нас. Не по нашим ділам, не по нашим заслугам, Господи, а по своїй великій любви і мілості. Господи, Боже, мала явлена благодать, спасительна я для всіх людей. Аллилуйя. Слава Тобі, Господи, Боже, величай є наша душа Тебе, страдалець наш і спаситель наш, ходатай наш нового завета, Господи, у якого були руки і ноги пробиті, на голові якого був терновий вінок і кров свята, кров причиста, Господи, стікала з твого святого тіла, яка сьогодні не зрівняється ні з чим. Господи, нема просто, ніхто не виложить ціни за неї, бо це є кров Сина Божого, Господи, ми відкуплені нею. Аллилуйя, слава Тобі, Господи, заплата за гріх, смерть, а дар Боже, життя вічне в Ісусі Христі. О, ми славимо ім'я Твоє, Господи Боже, ми величаємо Тебе, создателю наш і творець наш, владико неба і землі. Господи Боже, за цей чудовий, благословений ранок у нашому житті, що Ти сьогодні дав право нам відкрити очі, що Ти дав право нам сьогодні дихати, і що ми, Господи, прийшли в цей дім молитви, не в якесь друге місце, не якесь місце розвічення, але прийшли ще раз згадати смерть Твою, Господи, страдання Твої, Господи, і воскресіння Твоє славне. Алілуя Тобі, Алілуя Тобі, величає наша душа Тебе, Господи Боже, вислухавши Слово Твоє, Святе, поможи нам, Христос, прийняти це все вірою, поможи нам, Господи, прийти глибоко і низько схилитися у Твоїх святиніх і отримати благодать від Тебе, благодать спасительну, та яка прощає, та яка вибавляє. Господи, я Тебе прошу, хай сьогодні Дух Твій святий покриє стан народа Твого. Господи, скільки ми вже мали свідчень, особисто чули, коли люди приймали Твою святу заповідь, і приходила нова сила, Господи, приходило і зсилення, люди і збавлялись навіть від тяжких, страшних хвороб. Або отже, Господи Боже, я Тебе прошу, хай сьогодні Дух Твій святий, Господи, збудить віру, збільшить, коли хто сьогодні прийшов в великій нужді, в великому переживанні, але коли буде простягати руку і торкатися Твої великої святині, хай прийде благо для такої души. Господи, ми це служення ввіряємо в Твої святиї руки, а Ти його далі проводь. Во славу Тобі, наш добрий Бог повіки. Амінь. 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 благодать и день милостей продолжается для всех нас и сегодняшний день день особый день радости день той когда мы прославляем имя Боже и сповещаем про страдание Сина Божого про пролиту кров для очищения греха я читаю в местописании, это Иоанн Ильи Дивана первый раздел из девятого вирша был свет истинный, который просвещает всякого человека приходящего в мир в мире был и мир через его начал быть и мир его не познал пришел к своим и свои его не приняли а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими которые не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от Бога родились и слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца аллилуйя слава нашему Господу братья и сестри бил свет истинный свет который пришел у тю темру земли яка объяла всю землю но пришло светло с неба это пришел Син Божий хвала ему братья и сестри и он ишов и пришел до своих а свои его не приняли но тих которые приняли свои или не свои они стали своими Богом и тем которые приняли его веру в сердце свое приняли он дав владу быть детьми Божьими вы чуете братья и сестри ци слова я думаю что каждое дитя Божье каждое дитя Божье оно прославляет Господа и славит душа и жизнь и все хочется отдать для Него правда не частину своего сердца но целиком Боже поможи нам звичайно про цей день про цей день вспоминуть смерти нашего Господа Иисуса Христа цей видідною заповедью ми знаем уже день на нас попереджують завжди и мы готовимся как-то особливо но дорогие мои брати и сестри мы готовимся не просто до этого дня есть день которого никто не знает когда он прийдет и это особливо нужно готовиться и быть готовым каждый день дорогие мои готовимся мы готовимся но про этот день не знает никто на земле и на небе знает один Отец Небесный дорогие мои про этот день воно день який прийде и явится Христос на хмарах Вин прийде потому что так написано и мы признали это приняли это в сердце свое и верим что Вин прийде Господи готовы ли мы готовы ли мы оцей день и Дух Святый и все обставины про яких або ж приклади про яких говорит Христос Господь воно все сбывается и сказано что побачите смоковницу как вы смотрите и спускаются почки то знаете и скажите что близко лето но когда сбывается Слово Боже и приближается о той день мы знаем что близкий приход Христа и тому братцы и сестры будучи детьми Божьими возрожденными от Бога не по плоти ну який не связан но от Бога родился познав Господь своих и родилось новое сердце новое чувствование новый дух дух Христов потому что сказано кто духа Христова не мает то и не его о Господи Боже мой чи завжди он проявляется в нас дорогие мои чи завжди проявляется дух Господя и я думаю что мабуть не дорогие мои но мы кличем до Господа и снова скажем благослови обнови сердце обнови разум обнови наш дух дорогие мои и это светло которое пришло в свет он однажды как мы читаем Евангелие 26 Пробувало то, что заколали пасхальную Альца У тих дней И Ну, сгадывали Вихід Израиля из Египта Сгадывали ту свободу Яку дарил им Бог Вививши их из Египта Дорогие брати и сестры Но тут случилось что-то новое И в то время Церковь Христова Новое це творить Заповедь Господню Про яку сказано И когда они ели Иисус взял хлеб И благословил, преломил И раздавая ученикам Сказав, примите И едите, сесть тело мое И взяв чашу И благодарив Подал им и сказал, пейте из нее все Ибо сесть кров моя Новозавета За многих изливаемая В оставление грехов Братя и сестры И это новое началося Від днів Тих и того вечера Бо Він сказав Оце робить На вспомин про меня Дорогие брати и сестры И это свитло И это свитло Яке прийшло в этот свит Воно просветило в том Чтобы церковь Господню Создать на этой земле И кто на это свитло Пришел и понимал И принял вирую Что то прийшел Син Божий Принял своим сердцем И живет в нем Братя и сестры То той чекает Нового дня Нового дня Коли прийде И настане вичность Чтобы быть вечно С ним Братя и сестры Він взяв Цей хліб Розламав И подав Їм И каже Їйте Это тило моё Что за вас Ломи моё Братя и сестры Може И того часу Ще учни Не розуміли До кінця Що воно є И что Зараз буде И після того Як він сказав Ті слова Що от ниня Не буду пить От плодасіву Відноградного Доколе буду пить С вами Новое вино У царстві Отца моего И каже Воспевши Пошли На гор Єлеонскую И ті Яки не прийняли Його Яки не прийняли Вони не осталися В спокої І ми читаємо Про це Я далі Зачитаю З 27 розділу Із 27 вірша Написано Після того Як вони Просили Відпустити Їм вараву І він Підпустив Їм вараву А Ісуса Придав На разп'яті І сказано Тогда Воїн Правітіля Взяв Ісуса В преторію Собральний Його Весь полк І розділ його Наділи на нього Баграницу І сплещи венец І стерна Возложили Йому на голову І дали ему В правую руку Трость І становясь Перед ним На колені Насміхались Над ним Говоря Радуйся Цар Іудейський І плевали на него І взяв трость Били його По голове І когда Насміялись Над ним Сняли с нього Баграницу І одягли його В одежди Його І повели його На распятие Так поступили з Христом І ці діла були Мої брати і сестри На древо Благоговяюще Не тільки в цей день Насміялись Дорогі мої І будем просити Щоби Бог благословив І другу частину Цього служення І хай прославиться Він Бо це Для слави його І для нашої Збудови Йому слава Амінь Амінь Збудови Збудови Прав sword Раман 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 Граудес Боже мій Раман Раман Граудес Благодати твій Боже мій Забы священі війсті Твоє Раман Раман Граудес Пришло Благословення Твою Боже мой, чтобы быть достойно. Господь, мы во имя Твое предстоим перед Твоим святым лицем у этот день, который Ты дарил для нас еще раз в жизни, Господь Иисус, быть участниками в Трапезе Твоим. Боже святый, Боже праведный, слава Тоби, хвала Тоби, слава Тоби, Боже мой, ибо Ты свет пришел в мир. Аллилуйя. Господь, это свет до сих до наших времен, это свет до сих до наших сердец. Боже, слово правды, аллилуйя, хвала Тоби, Боже мой, Бо земля забула, может, правду, а воочи. И Пилат задавал вопрос, что есть истина, о Господи, как будто и вона исчезла из земли, потому что темрема греха огорнула всю землю, Романа Глаудес. Аллилуйя, святый и праведный, пришел на эту землю, аминь. Хвала Тоби, слава Тоби, Боже мой, и Ты возвестил свободу, Романа Глаудес. Ты сказал и пришел отпустить измученных на свободу, и в тени смертной криминалу Дескибет, Боже, Ты поднял. Слава Тоби, Господь, хвала Тоби, Боже, Ты просветил наш разум. Ты даров сердце мир и покой, Господь, слава Тоби. Ибо Твое слово до сила наших сердць хвала Тебе, Боже мой. И мы предстоим перед Тобою, Боже мой, перед тем, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Аллилуйя. И Ты смотришь на каждую душу, Романа Глаудес, и на сердце Кибет Фрагмент, Господи, Боже мой. И Ты оцениваешь, Господь. Дай нам милость Твою, чтобы Господь будет достойным учасником. Прости, Господь, освяти, и дай милость Твою, Господь, Боже, чтобы перед Тобою предстояти и ходить перед Тобою. Боже, благослови на дальнейшем своем собрании. Благослови эту вторую частину. Господь, благослови и мир. Хай пребудет с нами. Тоби хвала Бога Тать, Син Дух Святий. Амінь. Син Дух Святий. Звучит песня. 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 Брати, Звучит песня. 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 уже мог бачить напоряд, что прийдет тот час, когда ты Иисус Христос, которому сегодня поклоняется. Там стояла Мария, и радовалась, и тишилась, но там на Лгофе стояла и плакала. Стояла, и смотрела своего сына, который был безображен, паче всякого человека, век его. Дорогие мои, Лгофа, я хотел бы, чтобы мы сегодня нашими думками пришли туда. Гевсимания. Я отродаю письм, как Гевсимания. Могуль забить тебя, кровавый пот и вопль твой Могуль забить. Сейчас идем, это был прекрасный место, где Господь посолил первых людей, а там зрушился грех первых людей. Там стало отчуждение от Бога, там разрыв произошел, там духовная смерть произошла, но Гевсимания прекрасный сад, где любил бы Иисус, Син Божий, где молился часто, где падал и молился. И в тот момент Гевсимания, остатний уже момент, когда из Гевсимании направился на Лгофу, он плакал, в Библии говорит, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его смерти, и был услышан за свое благоговение. Там, в Гевсимании, он молился за Твое и за мое прощение, за то, чтобы ты и я был спасенный. Там, в Гевсимании, он молился до Отца Небесного, Отче, ой, если бы можно было принести час, что с ним мимо меня, прочим, не моя воля, а Твоя да будет. Церковь дорога, давайте мы нашими думками пройдем по цих местах и поднимемся на Того, який был распятен на Лгофе, Син Божий. Ислам Божий говорит, что тогда, когда Иисус Христос висел на Лгофе, Он висел за тебя и за меня. Он взял твои и мои грехи. Почему Син Божий родился в Хлеву, в Вифлееме, там, в бедных яслях? А это был преобраз. Потому что там в Хлеву, там в Хлеву виростали агнцы, которые часто ставили жертвами за грех людский. А там на Лгофе висел Агнец, которого сейчас представил Иоанн Хреститель, там на березе Иордана. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Это Агнец Божий, который отдал свое житие, который взял грехи всех нас на себя и прибил до дерева. Он стал этой жертвой заместя агнцев, пришел к кенец всем ветхозвятным жертвам, но стало совершено, досконало жертва. Син Божий стал жертвой за тебя и за меня. Взял, что твои и мои грехи на себя, святый безгрешный, без порока, безпятна. Это наш Агнец Небесний. Это наш Господь Иисус Христос, который взял твои и мои грехи на себя и прибил их до дерева. Церковь дорога, а тогда, когда он спустил дух, мы читаем, когда помер Син Божий за тебя и за мера, другого пути не было. Кажите, Господи, неужели не было другого пути? Неужели не было ни таким же иначе путем спасти людство? Он был где-то в своем месте, но он этого не сделал. Когда он был на этой земле, он хотел его одного раза взять, помиди камнями, он прошел между ними, не видимо, и ушел. Когда он хотел скинуть его с горой, он прошел между ними, и ушел. Син мог бы выйти из Гессимании, пройти мимо них и пойти в свое место, но он этого не сделал. Он добровольно пошел на Лгофу, он действительно добровольно взял грехи всего людства себе. Он сказал, отец, вот я, я пойду, чтобы выкунать волю Твоей святую, чтобы видать свое життя, чтобы взяли грехи всего людства себе, чтобы приблить их до дерева. Вот я, дорогой мой, добровольно Син Божий пошел на Лгофу, и когда там он помер, за тебя и за меня, библия завеса в храме разродилась сверху донизу. Замечайте, сверху донизу это была инициатива Отца Небесного, Господа нашего, не снизу раздривалась, а снизу раздривалась завеса. Это стал собственный вход святое святих. А перед тем никто не мог право один раз в риг только перед священником и без крови мог право выйти в святое святих за Божий народ. А сегодня ты и я маю повное право выйти, перед лицей Господне и мать ее личную встречу с нашим Господом. Завеса раздривалась сверху донизу и раздривалась посредине, Слово Божие кажутся. Чому? Потому что посередине там стоял Ковчег Завета, а через Ковчег Завета являлся Бог. Там говорил Господь из крышки Ковчег Завета. Дорогие мои, посередине раздривалась завеса. Тебе встал свободный вход святое святых в общении с Господом. И мы маем право сьогоди, склоняючи колена, обращаться до цего небесного, без посредника и просить Господа прощения, просить милості и Божого благословения. Церковь, дорога, мы маем дякати Господу за то, что Господь из своей страны абсолютно все сделал. Как было сегодня сказано по Писанию. Прошел по Писанию. Звершил подвис страдания. И все было по Писанию. И мы читаем в 21-м псалмі «Делили ризы мои, ибо одежда брошали зребий». Так было там на Логофе. Лицо было безображено пачесть всякого человека. Мы читаем «Так было действительно с Сином Божим». Все было по Писанию. Життя свое віддав, смерть принял за себе все по Писанию, чтобы нам дарвати життя и життя вечное. Читаю я «Місце Слава Божого». Будем переходить до 2-ю часть. Будем участвовать в вечері Господні. Важливе, відповідальне, але благословене служение. Таке оставил для нас Господь. Я завжди так кажу. Николи не оставляйтесь на служение. Краще примиряться один з одним. Примиряться з Господом, восхищатися, готовитись по-достоящему, но принимать участие. Бо хто буде їсти і пити, казав Христос, буде мати в собі життя. Хто не буде їсти і пити, тіло моє, крові моє, не буде мати в собі життя. І всякий раз, коли ми це робимо, смерть Господню з'їжджаємо, доколі він прийде. Читаю я одинадцятий розділ першого корінфіна і двадцять другого віршика. Ібо я у самого Господа принял то, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ночь, котрій я предан був, взял хліб і вас благодарив, преломив і сказав, примите, йдите, це я стелло моє за вас сломимо, це творите моє воспомінання. Церкву дра, давайте, ми всі стаємо наше ноги, ми будемо завершати молитву за хліб. Будь ласка, братья, пройдіть. Я вірю, що після молитві в цьому хлібі буде сила тіла Христового. Я люблю не раз нагадувати, якщо жінка з вірою протоколом тільки до краю одежжі отримала зцілення, то, якщо Бог дав нам право вкушати від його тіла, впити із його крові, із чаші цієї. Господь поможе нам дійсно це робити з вірою, з повним дорозовінням, щоб отримати благословіння від Господа, силу від Бога. І той, хто має тілесний недух, щоб отримати відсилення, звершаємо гарячу молитву, молимося перед Господом. О, Ісус, алі луя бій, Дух Святій, Ава, Отче, о, благословен наш Бог, алі луя бій, благословен на Ту, існуєте, алі луя бій, Дух Святій Ава, Отче, о, карман Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok немає просто духовных сил. Я не раз скажу, когда приходят искушения, молодые люди часто падают в этих искушениях. Найбывая, и старшие люди падают. Чему? Сил духовных нема. Но когда мы участвуем через Господь, и участвуем правильно, Бог даёт нам силу. Кто на замечание, кто на исключение, кто не заключал завязь с Господом через Свято-Водохрещение, лучше воздержаться. Таким людям, которые не имеют мира, так же друг с другом, лучше воздержаться. Но если вы готовились к члену церкви, хотя я член церкви в других церквах, я в гостях нас, но в полном мир и согласии. Ха вас Бог благословит. Принимайте участие и Божого вам благословения. Когда братья будут проходить под вами, особенно дитки, будьте ласка, можете приседать в тот час, но будьте очень бережні, чтобы никто никого не шторкнул. Берите очень аккуратно, если вы поставите другую руку, чтобы крошки не падали на землю. Той, кто біля вас стоит, возможно, кто-то из старичков, старушек и не может обрежать. Поможите. Хай Бог благословит всех участников. 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 Звучит песня. 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 Звучит песню. Звучит песня. 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 Павло. Звучит песня. 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 Звучит песня.